1 мая вступили в силу изменения, которые коснулись миллионов россиян, в том числе и забайкальцев. Так теперь российские туристы, возвращающиеся из-за рубежа, должны будут в течение пяти дней сделать повторный тест на коронавирус. Его результаты будут доступны на портале госуслуги. Пилоты, штурманы, механики, шахтеры, работники угольной промышленности, а также некоторые инженеры-радисты с 1 мая начнут получать доплаты к пенсиям. Их размер будет рассчитываться, исходя из средней зарплаты за месяц и специального стажа. С 1 мая работа в удаленном режиме для людей в возрасте старше 65 лет стала рекомендательной. Теперь решение о таком режиме работы для пожилых сотрудников будут принимать сами работодатели. За принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, если он едет без билета, вводится штраф в 5 тысяч рублей для водителей и до 30 тысяч для кондукторов или контролеров. Однако в случае, если ребенок едет со взрослыми и они отказываются оплачивать проезд, то взрослый и ребенок обязаны выйти из транспорта на ближайшие остановки. С 1 мая в 5 раз вырастет штраф за пересечение железнодорожных путей вне переезда, а также выезд на переезд при закрытом или закрывающемся в шлагбауме или на красный. Теперь нарушители будут заштрафованы на 5 тысяч рублей. Также с начала этого месяца сделку по купли-продаже машины с пробегом можно будет проводить на портале госуслуги. Теперь россияне смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в режиме онлайн. Преимущества при зачислении в подведомственные МВД и Росгвардии в УЗИ наряду с детьми военных с 1 мая будут иметь дети сотрудников ОВД и Федеральной службы войск Национальной гвардии. Предпочтение будет отдаваться поступающим только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний. И к другим новостям. В Забайкале запустили вечерний авиарейс по маршруту Чита-Новосибирск-Чита. По словам директора по производству Читинского аэропорта Дениса Каминского, вечерний рейс – это возможность оперативно вылететь из Читы в Москву и практически в любой город России. Расписание рейсов можно уточнить на официальном сайте аэропорта, в справочной или во всех авиакассах города. Дмитрий Ватагин станет новым руководителем Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края сразу после майских выходных. Он придет на смену Денису Удоду, который ушел с этой должности 30 апреля в связи с переходом на новую работу. Добавим, что Дмитрий Ватагин является участником кадрового проекта «Забайкальский призыв». Ухудшение погодных условий продолжится в Забайкалье. Так, 4 мая, по данным Гидрометеоцентра, днем по краю мокрый снег, местами дождь. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 20. Температура 6-11 градусов, местами от 0 до 5 градусов тепла. Также синоптики обращают внимание, что в течение предстоящей недели на реках северных районов края ожидается разрушение ледяного покрова, местами, возможно, начало ледохода, заторами и выходом воды на пойму. Фольклорный ансамбль «Берегиня» из села Красный Чекой стал победителем Всероссийского фестиваля конкурса любительских коллективов в рамках национального проекта «Культура». Коллектив, в репертуаре которого старинные песни семейских Забайкалья, выиграл грант в размере 2 миллионов рублей на развитие творческой деятельности. На конкурс, который проходил дистанционно, ансамбль отправил запись древнего семейского обряда «Аджинки». По словам одной из участниц, Ольги Некрасовой, на эти деньги коллектив планирует шить новые костюмы, купить музыкальное оборудование и отправиться на гастроли. Субтитры создавал DimaTorzok